Я участвую в кейс-конференции, в этом деле, уважаемые журналисты. Сегодня у нас тема мероприятия «Океанарий МНМ. Образовывание, работа, достижения и перспективы развития». Необходимо отметить, что успехи нашей организации получили высокую оценку коллег. Так, уже через год работы, в 2008 году, наша организация стала членом международной организации Евро-Азиатской региональной ассоциации зоопарка Троаквариума. Это говорит о том, что стандарты содержания, экспонирования животных, отношения к животным, к посетителям, соответствуют высоким стандартам этой организации. В прошлом году, в 2013 году, мы стали действительным членом ЕАРАЗы. Мы являемся в Украине единственным из негосударственных учреждений, действительным членом Евро-Азиатской региональной ассоциации зоопарка Троаквариума. Дальнейшими этапами развития нашей организации стало строительство дельфинариев и создание при них океанариума в ряды городов Украины. В частности, в Киеве, в Донецке, в Харькове. Киевский дельфинарий в своем современном виде создавался как временное сооружение с перспективой будущего строительства капитального объекта. Ну и, конечно, наши высокие требования к содержанию, комфортному содержанию видов, я думаю, позволят на большей площади и в лучших условиях активнее вести работу по содержанию, разведению и изучению редких и интересных, перспективных. Следующим закономерным этапом развития нашей организации должно стать масштабное строительство нового комплекса Теонариума-Нема на территории Киевского зоопарка. Мы уверены, что этот проект превзойдет в Харьковске и позволит наиболее полно воплотить, реализовать наш опыт, наши идеи по созданию, наверное, самой современной на сегодняшний день экспозиции на Украине. В концепции, как я уже говорил, обыгрывается идея путешествия под водные лодки. В ходе этого путешествия есть возможность познакомиться с самыми разнообразными обитателями нашей планеты. Чем будет отличаться наш океанариум от всех существующих на сегодняшний день на территории СНГ, на территории Европы? Планируется широкое использование мультимедийного оборудования, планируется масса интереснейших интерактивных элементов, масса любопытных сюрпризов, которые создадут, как мы надеемся, особую атмосферу. Мы не сомневаемся в том, что эта экспозиция станет гордостью Киева, будет радовать, привлекать киевлян, гостей нашей столицы. Ну и, конечно, наши высокие требования к содержанию, комфортному содержанию видов, я думаю, позволят на большей площади и в лучших условиях активнее вести работу по содержанию, разведению и изучению редких и интересных перспективных видов, с ней сотрудничать с зоопарками Европы. Более 12 лет назад на территории зоопарка было начато строительство павильона человекоподобных обезьян. На это строительство было выделено 16 миллионов гривен, которые были вложены в проект и в строительство этого павильона. Порядка 9 лет назад финансирование было прекращено. На сегодняшний день мы имеем разваливающееся здание и ржавый купол. Больше ничего построить мы не можем, потому что сами мы не можем поддержать это финансирование. У государства сейчас денег нет на строительство этого павильона. Поэтому решением Киевсовета было принято решение дать разрешение зоопарку заключить договор с предприятием «Подвиг природы» на перестройку павильона человекоподобных обезьян и строительство океанариума на территории киевского зоопарка. Это решение было оспорено в суде прокуратуры города Киева. Коперационный суд административных города принял решение оставить в силе решение Киевсовета. Было решение суда, который обязал киевский зоопарк подписать договор с предприятием «Подвиг природы» про строительство океанариума на территории киевского зоопарка. Было открыто исполнительное производство, и судебные исполнители Шевчевского района дали киевскому зоопарку время на добровольное выполнение этого решения, и был подписан договор про инвестиции предприятия «Подвиг природы» в строительство океанариума на территории киевского зоопарка. Согласно этого договора зоопарк будет получать минимум миллион гривен в год, плюс свой процент от прибыли предприятия. Что касается инвестиционной привлекательности объекта, то на сегодняшний день, еще раз подчеркиваю, на территории зоопарка находятся руины, которые огорожены забором, которые не придают никакой привлекательности зоопарку. Плюс у зоопарка нет денег, чтобы закупить животных для этого сооружения, даже если оно будет построено. Поэтому с точки зрения экономики, с точки зрения разума, с точки зрения логики для зоопарка на сегодняшний день строительства этого океанариума есть выходом из сложившейся ситуации. У нас сейчас заморожены четыре объекта на территории зоопарка. Это ведь лечебница, слоновник, жирафник и павильон человекоподобных обезьян. Поэтому для нас это выход из ситуации, это возможность нормально существовать и не надеяться на подачки со стороны города. Что касается ситуации, которую нагнетают вокруг этого строительства так называемые зоозащитники. В Киеве сейчас на данный момент со всеми приезжими проживает порядка пяти миллионов человек. Один процент этого населения это пять тысяч человек. Воду мутят пять человек. Это одна сотая процента населения города. Этих людей все знают. Это люди, которые против всего в городе. И в городе, по их мнению, ничего нельзя построить, если с ними эта строительство не согласовано. То есть я могу назвать фамилии этих людей, но это ничего не даст вам. Потому что у них есть свое мнение, они ведут войну со всем, что строится в городе, с чем они не согласны. Поэтому руководство Киевского зоопарка считает, что на сегодняшний день другой альтернативы строительству этого павильона, как океанариум, нет. Теперь, что касается главного аргумента этих зоозащитников, они против того, что был построен океанарий, только потому, что там будут дельфины. Потому что дельфины, по их понятиям, не могут дышать хлорной водой. Ну, во-первых, никто не сказал, что вода там будет хлорной в этом океанаре. Потому что сейчас технологии, насколько ушли вперед, существует миллионная система очистки воды без всякой хлорки. Во-вторых, они против того, чтобы там были черноморские дельфины. Опять же, никто не сказал, что там будут черноморские дельфины. Насколько я знаю, в океанарии Мнемо вообще нету черноморских дельфинов. Поэтому мы считаем, что этот объект нужен, этот объект важен для киевского зоопарка. И чем скорее он будет построен, тем лучше будет и для киевлян, и для гостей столицы. Потому что сейчас, извините, финансовое состояние населения такое, что они не могут себе позволить повезти детей ни в Египет, ни в Турцию, ни куда-нибудь за границу и показывать им этих экзотических рыб. Я могу сказать, что мы единственная компания в этой части света, которая владеет таким количеством дельфинариев, океанариумов. Проблематика, в принципе, стандартная. В условиях начавшегося экономического кризиса, я считаю, нам как инвесторам надо только помогать, а не мешать нам и создавать нам определенные периодические препоны и сложности в решении тех или иных проблем. Сегодня я хочу сказать о том, что существует определенная позиция, сложившаяся у действительно этих псевдоэкологов, которых мы можем считать, как хочу сказать, именно не побоюсь этого слова по пальцам, люди, не имеющие опыта создания каких-либо объектов, которые не построили, не создали ничего в своей жизни, они всю жизнь критикуют, я боюсь, я могу сказать, что некоторые из них даже стоят на учете психонерологическим диспансерам, у нас есть миллионная информация. Поэтому я просто хочу ответить вам, что навязывая свое мнение большинству людей, мы не можем, мы никогда не задумываемся, что на самом деле думает большинство сегодня киевлян, гостей столицы. Я по своему опыту могу сказать, что посещая какой-то красивый город, я обязательно иду в зоопарк, я хочу посмотреть на коллекцию животных, это нормальная практика любого цивилизованного года, европейского года. Так вот, если говорить о посещении зоопарком гостей какой-то европейской столицы, то обычно семья посещает четыре раза в год зоопарк. Сегодня тенденция на Украине это посещение зоопарка порядка раз в году или раз в два года семья. Поэтому сегодня нужно нам прививать любого к животным, создавать все условия для того, чтобы можно было посещать подобное заведение, и это был какой-то определенный досуг для семьи. Все зоопарки сегодня находятся в плачевном состоянии, тотальное отсутствие финансирования, все зоопарки дотационные, дотируются из местного бюджета, то есть тех средств, которые они зарабатывают, не хватает на задержание животных, закупки кормов, заработных плат. Поэтому создание любого объекта в зоопарке, а где должен быть, как я, наверное, как не в зоопарке, только в зоопарке, потому что животные должны быть рядом животных, создаст определенный якорь и возможности увеличить зарабатываемую базу для зоопарка, как коммунальное учреждение сегодня, и, соответственно, создаст определенный приток средств от непосредственного предприятия, которое работает в зоопарке, и с эффективным использованием коммунального имущества или остатков этого коммунального имущества, которое было, согласно договору, передано нам на реконструкцию. Было принято решение коллегиального органа, органа местного сомправления, органа Киеврады, это орган, который полномочен распоряжаться имуществом Киевсовета. Сегодня это решение оспаривается в суде, в административном, высшем административном суде. Теперь я самое важное хочу отметить, что настрой сегодня всей судебной системы идти на поводу у, так сказать, кайкунов и, наверное, критиканов таких, которые могли бы сегодня критиковать беспочвенно любое решение, любое решение на созидание. Мотивирую это разворовыванием земли и прочим абсолютным бредом. Я хочу сказать, как инвестор, что мне не нужна никакая земля и ничего, кроме океанариума, мы там строить не собираемся. Мы хотим создать жемчужину и действительно яркое место для посещения всеми гостями столицы и самими киевлянами. Такое яркое место. И я думаю, что у нас это получится, если нам не будут мешать. Так вот, сегодня по ситуации, которая создалась в суде, в высшем административном суде, мы имеем место не просто с каким-то судебным произволом, а еще имеем место с непрофессионализмом, в одном суде, и не работающей системой распределения судебных дел. Сегодня по закону вы знаете, что один и тот же судья не может рассматривать одно и то же дело, причем в разных инстанциях. Так вот, мы имеем место с тем, что такой прецедент, который произошел сегодня, что система электронного распределения дел, все дела, попадая в суд, они распределяются согласно системе электронного распределения дел. Так вот, она не сработала в этой ситуации и дело распределилось на того же судью, который рассматривал это дело в предыдущей инстанции, в апелляционном суде. Просто сегодня это замечание нами было заявлено и поменен был только один судья, именно этот судья в этой коллегии. Но если мы говорим о том, что система должна работать таким образом, чтобы она учитывала уже то или иное лицо, которое принимало участие в этом деле. Сегодня этого учета не было произведено, мы можем с уверенностью заявлять, что система электронного распределения дел не отработала. Поэтому мы требуем, просто требуем еще раз распределить наше дело, и чтобы не было никакого произвола сегодня и никакой ошибки больше, и назначить судебное заседание в новой коллегии. Это требование будет исполнено, и если оно не будет исполнено, мы будем защищать свои права, пикетировать судебные инстанции, и не только судебные инстанции, а и другие исполнительные органы, которые влияют на решение данного вопроса. Потому что сегодня, я хочу сказать, вопиющий инцидент, когда система электронного распределения дел, вот мы имеем стопроцентную практику, не сработала. В двух словах хочу еще сказать, что сегодня, как инвестору мне тяжело говорить о какой-то ситуации, которая могла бы стабилизировать и вселить уверенность в том, чтобы в нас, в том, чтобы мы могли вкладывать дальше средства. Но я считаю, что, еще раз повторяю, что инвестору нужно помогать, а не мешать ему. Но нужно помогать и сейчас поддерживать во всех его начинаниях. Это печально само по себе. Понимаете, как это не поддержать собственного производителя, человек, который создает некие очень интересные и замечательные услуги. Заходят серые, грустные, подавленные люди с детками, тащат их за руки и так далее, и так далее. Проходит 45-50 минут. Совсем другие лица. Понимаете? Перестраиваются эмоции. Люди становятся жизнерадостнее, веселее. То есть представление само по себе – это массовый способ улучшить настроение киевлян. Я хотел бы сказать, что вот в этом проекте, который сегодня нам был представлен здесь, наконец в Киеве появится большой аквариум для животных и одновременно маленький аквариум для терапии. Надо думать о будущем, о том, что мы в конечном счете когда-нибудь, я очень надеюсь, станем цивилизованным, спокойным, культурным городом. И там будут разные рекреационные, скажем, центры, центры помощи киевлянам и так далее. Благодарю всех участников пресс-конференции, которая состоялась. И верим в то, что скоро и суды будут на стороне города Киева, и власти развивать туристы в Киеве, экономику, и помогать больным детям, которые нуждаются в этом. Спасибо большое. Столица втрачает новый туристический объект. Вищий адміністративный суд Украины скасовал решение Киевради, за которым на территории Киевского зоопарка позволяло все зведение новойтнего океанареума. Побудовать его мала компанія «Подих природи». Для этого с зоопарком она уклала договор про спальную деятельность. Инвестор брав зобовязание переобладнать недобудованный павильон для мавп, что за десятилетия перетворился на купу будивельного смятя. Это объект только поможет Киевскому зоопарку сегодня выживать в то сложное время, когда он является датационным. Земля остается у него постоянным пользом, на тот срок, который определен законам. Все здания сооружения будут строиться по его заказу, вводиться в эксплуатацию, и он получает еще долю в этом объекте. Під час процесу юристи компанії клопотали про відвід коллеги і суддів, яких через збій електронної системи повторно призначили на розгляд цієї справи. Однак звернення не задовольнили. Также происходили некоторые оскорбления в плане профессиональной деятельности юристов, понебратське отношение и, соответственно, такое же общение. Я считаю, что это очень некорректно, непрофессионально со стороны судей. Это пример вопиющего непрофессионализма, беззакония и заангажированности судей. Мы привыкли к тому, что все меняется в сегодняшнем времени, но судейский аппарат не меняется. Поприце инвестори Океанаріуму уже готують апеляцію на рішення Вищего адміністративного суду України. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова